Здесь сегодня пройдет очередная встреча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. И Йокерет в третий раз в этом регулярном чемпионате сыграет против московского «Спартака». Обе команды представляют западную конференцию. Более того, обе команды представляют дивизион «Боброва». Возят шайбу хоккеисты в темной форме. Нет момента у ворота Гудычика. Вот, теперь он будет. Первый бросок и шайба в ловушке. А у Словака так даже на публику сыграл. Красивый сейф. Но бросок наносил Виктор Лев. А вот он. Третье звено на льду у Йокерета. Норман под 37 номером. Мозес под 11. И Хаопала под 25. Еще один момент из шайбы в ворота. Добивается своего Стив Мозес. Пятый набранный очко. Но Стив очень немало матчей пропустил из-за травм. Давайте смотреть. Хаопала выиграл борьбу у Херсли. Доставил шайбу до партнера. Но Мозес неотразимый бросок в ближний. Девятку нанес. Приклоняется кистой финской команды. За игру высоко поднятой клюшки. Сматривает передачу. И доходит. Доходит шайба до лепестя. Но покинула она зону. Красный Белых. Вот момент. И пожалуйста. То, о чем я вам говорил. Кистевой бросок Лехтанина достигает цели. Но в этом случае. А в Дубде. Убочка. Находится блин. Очень широко расположились два защитника Спартака. Херсли проиграл позицию. Прямо скажем. Янков тут не сумел подстраховать своего партнера. В зоне 15 место. Поэтому показатели у команды Олега Знарка. 10 побед. 15 поражений. И 10 поражений. Отрицательная разница заброшенных и пропущенных. 24. Уже. 25. 27. Удается Спартаку одну шайбу отыграть. Но. Никонсов послал шайбу прямо в ворот. Давайте Даугвинша отметим. Поставил спину. Заложил корпус. И вот эта передача. Это конечно высший пилотаж. Кивистю. Вчистую проиграл позицию Никонсову. Не увидел как форвард Спартака подключился. Может быть и увидел. Но не сумел того накрыть. Атаки Онил. Делает передачу налево. Расположили в зоне. Кисты Йокерита. И бросок. Микколехтанин наносит в касание. В дальний и верхний от себя угол. У Сугудычеку она у него. На правой руке. Зубов. Никонсов бросил с дальнего пятака. Перехват. И вот момент. Никонсов не сумел переиграть в ближнем бою Халминша. Уже не раз выручил свою команду. Но началось все с того, что спартакцы выиграли. Спорную шайбу в углу. Скороюсь, все это обусловлено тем, что проигрывают красно-белые сопернику в скорости. Пишут бросать. А вот теперь бросок. И вновь с кистей. Видимо, Леха не бросает. Зрячим. В расчете на подставление. Или, может быть, даже на рикошет. И еще один бросок. Добивание. И шайба в ворота. Удается Йокере то забросить. И на этот раз в большинстве. И отличается другой защитник. Сами Лепестя. 3-1 счет становится. Совсем немного. Спартак не дотерпел до перерыва. Третья шайба Лепестя в этом сезоне. 15-е набранное очко. Но это из дальней дистанции. Но до реально худро в дело не дошло. В атаке Йокерит. Мозес за ворота. Капало. Накручивают улитки. Какая передача. И супер момент у Лехтани на добивании. И вручает свою команду. Дважды Гудочек. Опередил Зубова. И контратака может получиться у Йокерит. А выход 2-1. Здорово Гудочек играет Клюшкой. Прочитал, что пойдет передача. Но что, собственно, оставалось делать? Они его по угол загоняли. А вот Йокерит. И по таке был один. Атака Спартака. Передача на дальнюю. И 3-2 счет становится. Не удалось забить в большинстве. Зато удалось сделать это. В равных составах. Ну и давайте смотреть. Здесь Зубов, конечно, многое сделал. И Кулик постарался. Кулик-то вообще бросал с неудобной руки. Но пробить Калнинша не получилось. И Йокерит по-прежнему остается на четвертой строчке. В западной конференции. Точнее, на пятой строчке в западной конференции.